Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии В общем, про молодость в последнее время мы часто говорим. Вчера в этой студии, например, премьер-министр Финляндии, самую молодую в истории, обсуждали. И в дискуссии говорили, что в политику не очень рвутся молодые люди и не очень им там рады. В частности, с министром здравоохранения Нилзой Винкела обсуждали эту тему. Она сказала, что молодежь как-то так притесняет, что есть над чем работать. Вы год уже в этой должности и, в общем-то, мы вообще год подводим итоги. Что можете сказать? По молодости или по итогам? По молодости. Как ваш год прошел с учетом того, что вы молоды и были ли сложности? В молодости я не всегда думаю, что это как бы проблема. Наоборот, это иногда еще энергия добавляемая. В этом случае, конечно, год очень интенсивен был. Начали мы 23 января. И с того времени много, конечно, вопросов занимает энергетика. Если мы смотрим на Министерство экономики, тогда она, в принципе, три части. Энергетика, строительство и предпринимательство. В энергетике, как бы, тут два момента. Один – это уже те проекты, которые у нас международные. Там синхронизация с континентальной Европой. И остальные вопросы. То есть по газу, по электричеству. Если мы смотрим по строительству, тогда, конечно, много вопросов были актуальны даже в прессе. То есть картель, который мы почувствовали, это был очень громкий вопрос. Но мы, конечно, если смотрим от тех вопросов, которые у нас удалось сделать, тогда с 1 января все процессы строительства будут дегитализованы. Не надо будет получать один документ, который надо будет отнести в другое. Учреждение, чтобы отнести в третье, чтобы получить четвертое и потом принести в первое. Борьба с бюрократией такая. Ну, это большая борьба с бюрократией. Во-первых, а с другой стороны, будет возможность видеть все процессы онлайн. То есть вы строите, где архитектор, где строители, в каком процессе все вопросы. Конечно, это будет и дешевле, и быстрее. Такая своеобразная система здоровья для строительства. Ну, система здоровья может быть не лучший пример в этом случае, но это тоже требовало довольно много вопросов. Там все время всякий апдейт происходит с такой стороны, что каждая система, она все-таки, поскольку дегитализована, там вопросы будут. Ну, третье, конечно, это предпринимательство. Здесь в этом случае мы ездили тоже на многие визиты в другие страны. Ну, здесь надо, конечно, понять, что каждый раз, когда мы едем, например, в Японию, в Китай, предлагать нашим предпринимателям возможность там работать, нам надо всегда свою страну как бы показать с такой стороны, что они, конечно, чувствуют это как экзотик, как языческую страну. Но, с другой стороны, конечно, потенциал большой. Если мы смотрим, например, Кореи, наши объемы продаж в эту страну все время растут, и в этом случае там потенциал есть. Если мы еще смотрим, что там нету ни эстонской, ни литовской, например, дайсной цепы, то есть... Особо-собо-собо-собо-собо. Особо-собо, да. А что мы в Южной Корее продаем? Мы продаем и дерево, и ИТ, например, но не дерево в таком плане, что просто сырье, а уже изделие, да, совершенно верно. Каждое изделие, в принципе, выше добавленной стоимости, чем, например, просто сырье. Так что тоже продукты, разное питание, да, то есть в этом случае есть большой потенциал. Ну вот, так как бы работаем. Если самое яркое такое вспомнить, события за год. Яркое событие? Ну, 23 января, когда я вступил в должность, это, конечно, тоже такое большое событие, поскольку совершенно новый момент в жизни, да, то есть... А что для вашей партии значил вот именно этот пост? Почему именно вот здесь были приоритеты? Ну, и как вы думаете, в плане приоритетов какие... Ну, я имею в виду, вот, ну, выполнение своих предвыборных обещаний перед избиранием, вот именно вот через этот пост? Ну, не, ну, конечно, в любом случае, как бы, каждая партия, которая идет на выборы, она где-то, ну, какие-то акценты ставит. Да, то есть это, ну, всегда так. Или это больше на экономику, или, может быть, другие акценты. Но в этом случае надо понять, что есть те вопросы, которые, ну, ежедневно надо решать. Да, то есть большие проекты, которые я тоже вот перед тем уже говорил, газ, электричество, где там синхронизация происходит, там надо все время тоже поддерживать отношения с нашими соседями и тоже, ну, такие политические вопросы продвигать с точки зрения наших интересов, да. А второе, то есть уже такие политические вопросы, которые мы можем, например, снизить бюрократии, вот в этом случае очень хороший момент, вот, по строительству, я говорил, это электронная система, она тоже очень снизит бюрократии. Другие вопросы, которые тоже предпринимателям важны, чтобы тоже снизить бюрократии, или, например, поддержать наш экспорт, если мы, например, смотрим, ну, дрожные ЛИА-программы, где мы тоже политически смотрим, что здесь надо добавить, например, бюджетные средства, ну, бюджетные, я думаю, не с точки зрения страны, а Министерства экономики, и уже там идти вперед, как бы, на то направление, где мы видим самый главный акцент. Вот если мы про партию заговорили, за этот год произошло, наверное, одно из самых больших падений именно у партии КПВЛВ, а что вы на это еще скажете, как думаете, почему, и дальнейшая судьба какая, возможно? Ну, я думаю, это совершенно нормально, если мы смотрим на те вопросы, которые нам надо было решать, то есть мы изначально были 16, а тогда ушел один, другой, третий, четвертый, пятый, да, ну, людям, конечно, не нравится такое, что кто-то там изнутри ссорится, да, Ну, это, как бы, тоже процесс, если мы смотрим, тогда 16 человек, это 16 отдельных личностей, каждый хочет, может быть, быть самым большим лидером, но так не получается, поскольку все-таки 16 человек – это команда, Ну, мы переходим через такой процесс, когда мы, если я могу сказать так, как бы, самоочищаемся, если так можно сказать, и каждый сейчас занимается своим делом, как бы, есть и министры, и депутаты, которые тоже руководят комиссиями сами, да, там тоже разные вопросы надо ежедневно решать. Ну, я думаю, что будут новые лидеры в партии, и будем смотреть, у нас будет в феврале Конгресс, может быть, будут изменения какие-то, ну, пойдем дальше. И мы, нам самое главное, в принципе, доказать, что мы хотим сделать, что для нашей экономики, например, рост, в этом случае акцент самый главный на экспорт, и, ну, будем смотреть, какие будут результаты. Вот скажите, ведь приходится, наверное, министру экономики принимать, может быть, даже непопулярные решения, ну, вот я имею в виду, например, зеленая энергия, это связано с повышением цен на дизельное топливо, это, в свою очередь, приводит, ну, к тому, что люди могут быть недовольны, что им приходится платить дороже, и не все понимают, ну, может быть, а почему я должен платить, вот что это за зеленый, почему мы так, почему вот я должен обязательно пострадать из-за этого? Вот как вы считаете, насколько, ну, политик может принимать, ну, скажем, непопулярные решения, понимая, что это в далекой перспективе принесет выгоду, но это может сейчас, сегодня не понравиться людям, и это может отразиться, кстати, на его популярность? Ведь это ловушка для многих политиков, пытаются угодить избирателям и делать, ну, так, как вот хочется им. Ну, знаете, здесь, это, конечно, вопрос немножко, может быть, о храбрости в один момент, да, потому что есть непопулярные решения, которые эффект мы почувствуем, например, через пять лет, да. С зеленой энергией вы коснулись, не надо тоже переборщить, в этом случае надо тоже это все избалансировать, поскольку даже ОСЕДИ нам говорит, что, как бы, самое главное в мире, да, там, там, 10, наверное, было, или 15 акцентов, и первое, это борьба с бедностью, да. А зеленая энергия, это только на седьмом месте, и запятая, как бы, которая должна быть, ну, то есть, с такими, ну, то есть, как правильно сказать, из максимума эффекта, то есть... Выгодно по выплатам? Ну, главное, что, то есть, да, правильно, цель зеленая энергия, но зеленая энергия не должна быть очень дорогой, ну, с такой стороны, да, поскольку первая строчка, то есть, борьба с бедностью. В этом случае, конечно, политик должен иногда иметь какую-то храбрость, принять такие не особенно популярные решения, но тоже уже рассчитывая на то, что через 5-10 лет мы уже будем чувствовать позитивный эффект. Так что, сейчас у нас непредвыборное время, да, политики могут принять такие ответственные, храбрые решения, и, ну, потом своим избирателям уже в предвыборном времени объяснять, почему вот тогда такое решение было принято. Ну, вот компонент обязательной закупки был одним из главных таких, ну, не лозунгов, обещаний партии КПВЛВ, и вы тоже, когда в должность вступали, говорили, что, ну, ваш приоритет разобраться, наконец-таки, с этим компонентом обязательной закупки. В принципе, процесс шел окончательно, еще, так понимаю, что никаких таких громких решений не принят, и не ликвидировали все на корню здесь и сразу, но с 1-го числа уже, насколько мы правильно понимаем, на счетах потребителей как-то отразится какие-то ваши шаги, может быть, расскажите об этом. Да, ну, в этом случае, значит, у нас СЕИМ до 1-го марта дал задание, то есть, сделать нормативные акты, чтобы ликвидировать ОИК. Чтобы понять вообще, что такое ОИК, то есть, там есть три буквы, из которых, самое главное, первые две, то есть, ОИ, Облигатая Сейпер Комс, обязательная закупка. Компоненты – это только то, что мы видим в наших счетах, уже результат. Самое трудное в этом плане, да, то есть, не ликвидировать компонент, тогда мы просто ее снимаем, вычеркиваем из наших счетов, но закупка, она будет продолжаться. Значит, мы будем должны как-то по-другому их компенсировать. Так что, самое главное в этом случае бороться с закупкой, то есть, мы видим, что парламентарий сейчас тоже имеет комиссию, которая не рассматривает, как это все вообще в прошлом происходило, но там просто сумасшедшие вещи тоже были, да, то есть, и в этом случае тут уже показывается, что и сверхкомпенсация была, да, то есть, и, ну, очень, очень ярко все дела происходили. В этом случае, значит, мы боролись с контролями, которые в этом случае в течение шести месяцев нам дало возможность снизить, значит, выплату по обязательной закупке на 24 миллиона, это мы почувствуем в своих счетах. Ну, видите, как эта борьба, она происходит, и в какой-то момент, вот, мы в своих счетах будем уже чувствовать, наш бюджет почувствует. Это деньги же не приходят там в Министерство экономики, это приходит назад в госбюджет, и потом мы можем выплатить там учителям, полицейским, ну, все равно кому. Кому там, значит, бюджет это средство может выплатить. Тогда второй момент, конечно, садалы, да, то есть, распределение в этом случае тоже абсолютно политическое решение. Снизить, значит, ну, мы хотели изначально 15%, но регулятор там утвердил виды, то есть, в среднем, наверное, 5,5%, но все равно это все, ну, возможно, будет почувствовать, и особенно это почувствует наш бизнес, да, который занимается, то есть, или, например, производством, где, вот, как раз электричество очень важно. Большие затраты. Большие затраты. Так что, понемножку все происходит. Обязательность за покупку, мы в этом случае уже решение кабинету министров я предложил в, если я правильно помню, или апрель, или май, ну, если так честно, тогда, конечно, моделировать налоги имеет возможность только в министерство финансов, и в этом случае, я думаю, и надеюсь, что министерство финансов и в этом случае, то есть, и родные. Чиновники. Чиновники. В этом плане будут содействовать министерству экономики, чтобы компонент обязательной закупки мы вообще выбрали из своих счетов, и уже с обязательной закупкой решали вопросы совершенно по-другому, моделируя уже налоговую систему. Вы упомянули налог, и премьер-министр Кришнин Скарнич говорил, что вот этот год налоги мы не трогаем, а вот в следующем году, на следующий год уже какие-то планы создаются, и Банк Латвии тоже провел свою итоговую пресс-конференцию, где сообщили, что, в общем-то, ну, одно из предложений Банка Латвии – это отказ от налога на микропредприятия, что это, ну, хорошо повлияет на общий бюджет и на налоги, что вот если отказаться от этого налога, то есть по полной, что вот за 8 лет, что он существует, он не показал себя эффективным. Как Вы считаете, это разумное предложение для предпринимателей? Ну, Вы знаете, в этом случае, как бы, налоговая система, конечно, немножко больше, как бы, дело в Министерстве финансов, но я с точки зрения Министерства экономики посмотрю. В этом плане есть, если мы смотрим, иногда мы говорим, вот, вид, да, то есть у нас большая институция, столько чиновников в Эстонии наполовину меньше, а денег они получают наполовину больше, почему так? Да потому что у нас 7 разных налоговых систем, в Эстонии только 3. Администрировать, это, ну, понимаете сами, намного-много проще. Если мы говорим о микроналоге, тут есть один большой-большой минус, который люди, может быть, на данный момент не чувствуют, но будут чувствовать тогда, когда пойдут в пенсии. У них пенсии просто не будет, потому что налоги в этом плане, они не платят, ну, только вот от оборота. Потом через, например, 20-30 или как там у каждого возраста, они будут этот вопрос чувствовать очень, ну, скучно, да, если так можно сказать. Потому, конечно, очень хорошо, если мы налоги все-таки смотрим, ну, одинаково. Там не может быть такой ситуации, когда кто-то платит очень мало, кто-то платит намного больше, и у них всех одинаковые права. Где-то они, получается, не одинаковые. В этом случае, вот, с точки зрения микроналога, конечно, это будет чувствоваться в момент, когда человек идет в пенсии. Поэтому в этом случае, конечно, надо было бы все, ну, как бы, довольно одинаково сделать систему. Уравнять, да, совершенно верно. И в этом случае, ну, вот, над этим вопросом надо работать, но, конечно, не надо каких-то слишком таких жестких сразу, как бы, решений принимать, чтобы, ну, человек тоже мог бы перейти, понимая, что в дальнейшем, например, будут какие-то изменения. В этом правительстве мы решили делать изменения налогов в 2021 году потому, как до 2021 года мы будем дискутировать, в том числе и с предпринимателями, с организациями предпринимателей, и социальными партнерами так же само, чтобы принять соответствующие решения, уже дискутируя все плюсы, минусы, может быть, и что-то поменять в изначальных планах. Так что это все в процессе, все только начинается, и не надо думать, что это, как бы, что-то будет повышаться. Всегда мы смотрим на этот вопрос, чтобы что-то уравнять, чтобы, ну, мы уже… Ну, уравнять это все-таки поднимать одну сторону, не опускать другую сторону. Ну, и что-то снижать, что-то повышать. Это, конечно, совершенно верно, потому что наш бюджет, это наши деньги, которые мы платим солидарно, каждый платит, да, и кто-то, то есть, получает больше, кто меньше, например, социально защищен. Ну, это только так. То есть, Вы предполагаете, что, возможно, какие-то налоги будут даже понижены? Я думаю, что совершенно верно, какие-то налоги будут поднижены, какие-то будут взвышены, но сколько я знаю с точки зрения Министерства финансов, они сейчас, во-первых, смотрят на то, какие предприятия, например, или там энергоемкие, или какие, кто получает большие льготы, кто не получает вообще никаких льгот, да, то есть, это тоже будет уравняться, чтобы, ну, как если так можно сказать, больше частности было в налоговой системе. Большая, наверное, тема, связанная все-таки с Венспилским свободным портом. Вот будущее его, что сейчас происходит, поскольку ведь мы понимаем, что через него транзит, это большая все-таки часть бюджета. Вчера нам сообщили, что он уже вычеркнут. Да, вот как раз, да, списка. Вот как это? Ну, если так, транзит, конечно, очень большая часть нашей экономики, это примерно 2,5%, мы вот, когда едем во все визиты, мы рассказываем, насколько нам есть большие возможности в транзите, у нас хорошие порта, и так оно и есть. И этот случай с Венспилским портом, ну, как бы снег на голову, да. В этом случае, конечно, правительство в этом очень решительно работало, чтобы вычеркнуть из санкций. Ну, этот вопрос, конечно, циркулировал вокруг одной персоны, да. И поскольку эта персона уже не находится в Венспилском порту, я думаю, тоже имея все время оборот информации с тем, которые нас с санкцией ввели, ну, результат мы видим, что, то есть, вычеркнута Венспилский порт из санкций. Да, это очень важно, поскольку, да, уже многие начали спекулировать насчет этого вопроса, что вот не едьте в Венспилс, да, то есть, иностранные даже предприятия, ну, это выгодно, конечно, нашим коллегам из Литвы и Эстонии, поскольку, конечно, это самые близкие порты, куда уже переходили бы, возможно, все грузы. Но мы, опять же, сейчас работаем над этим вопросом, чтобы, ну, по возможности быстрее, как бы, возобновить ситуацию, и министр транспорта в этом случае этим вопросом занимается. Это, конечно, очень неприятный случай, но такой, во-первых, первый раз, наверное, в истории Латвии. Но с такими вопросами нам тоже надо заниматься. Но вы сказали, что это было для вас как снег на голову, то есть, это абсолютно была неожиданность. Ну, конечно. Конечно, хаоса никакого абсолютно не было. Вся информация, которая была нужна, например, предменятели, звонили в Министерство экономики, мне лично, например, я объяснил, какая ситуация, что делать, во-первых, в период 30 дней, то есть, и все остальные вопросы. Хаоса не было, мы работали очень по плану, но если вы спрашиваете, это было неожиданно ли, да, это было очень неожиданно, потому что мы узнали об этом в понедельник, и все, вот и вот, пожалуйста. А если про Рижский порт тоже поговорить, в отношении него тоже принято решение, что до лета будут поправки к закону, и, в общем, упорядочить как-то и передать управление все-таки государству. Что вы на этот счет думаете, причем, что управляющий Рижским свободным портом говорит о том, что, ну, тоже это не очень хорошо сказывается и на предпринимателях, и на бизнесе, если мы про деньги говорим? Я думаю, что это совершенно не так, поскольку бизнес, например, имеет отношение с Рижским или с Венспилдским портом, заключая соответствующие договора. Договора по тем, как бы, всем нюансам, как они заключены. То есть ему все равно, там, предпринимателю кто там в правлении порта, например, или такой там человек, или, например, другой, ему все равно, поскольку он оперирует, работает по территории порта. Если смотреть насчет того, как, например, один порт там имеет часть правительства, часть... Четыре представителя самоуправления, четыре представителя... Самоуправления. Тогда давайте поймем, что такое вообще порт, и в этом случае разве все деньги, которые приходят из порта, например, в Венспилдс, должны были бы прийти только в Венспилдс? Наверняка нет, поскольку это латвийские порты. Да, они находятся в Венспилдсе, да, в Риге, да, в Леопай. Но в этом случае, если деньги приходят с предпринимательские действия порта, они все-таки приходят и в бюджет, бюджет потом может распределить их и по муниципалитетам. Так что я не вижу в этом случае какую-то особенную проблему в этом моменте. Если деньги приходят в бюджет, они, конечно, потом распределяются по тем нуждам, которые у нас в государстве есть. Но может быть, в Риге меньше датировать надо было бы, Рига сама справлялась с теми доходами, которые она имеет. Все же доплаты дошкольным учителям производятся из самоуправления бюджета. Если мы так смотрим на самоуправление Риги, да, то есть, тогда, конечно, мы тоже слышим очень большие объемные скандалы коррупции, да. Я не хочу говорить, что что-то там в Риге особенно плохо или что-то такое, но если государство, например, смотрит на те вопросы глобально, да, и, например, там, и школьникам, и всем остальным какие-то социальные нужды есть, тогда мы эти социальные нужды можем оплачивать из доходов бюджета. Ну, еще раз я возвращаюсь назад, там четыре из муниципалитета или четыре из государства, или только из государства, разницы я не вижу в бизнесу вообще никакой, да. А с точки зрения такого транзитного, стратегии, очень важно, чтобы порты работали, ну, как бы, на одинаковых условиях и не конкурировали между собой. То есть, если Венспанский порт переходит в государство, то и Рижский порт должен перейти в государство? Ну, такое решение правительство приняло, я такое поддержал лично тоже, поскольку мы тогда можем смотреть на стратегию одинаково, чтобы мы не конкурировали между своими портами, что сейчас происходило, да, а конкурировали с литовскими и с эстонскими. Ну, я вижу это только как плюс, бизнес от этого не будет чувствовать никакой абсолютно разницы. Напомню, телефон напрямого эфира, дорогие наши радиослушатели, мы про вас не забыли, у вас тоже есть возможность задать вопрос министру. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Вот здесь как раз были вопросы, ну, по теме, которая была прошлой, в каких еще странах собираются на налоги солидарные? Вот спрашивают, а кто же получает из солидарного налога на пенсии вот по 19 тысяч с половиной в месяц? Ну, то есть, ну, такое как бы... Ладно, это, наверное, самый такой популярный объем пенсии, который, насколько я знаю, только одному человеку, да. Как он накопил настолько большую пенсию, ну, я, конечно, не знаю, да. Мы только в прессе читаем, что настолько большая пенсия кому-то. Но если мы смотрим на госбюджет, который состоит из 10 миллиардов евро, тогда это человек, который получает, значит, примерно 20 тысяч в месяц. Это, получается, 240 тысяч евро в год. Да, очень большая сумма. Но если мы так смотрим на общий объем, ну, конечно, это не настолько чувствительно, в общем, абсолютно всему бюджету. Но, наверное, этот человек тоже, как в какое-то время, платил большие очень налоги. И в то время ему, конечно, было, может быть, и жалко платить, да, поскольку так получается. Но сейчас он получает за это соответствующую пенсию. Ну, наш президент бывший Андрес Берденович таким ярким был примером и, в общем-то, не стыдился того, что действительно когда-то он заработал, платил большие налоги и получал. Я думаю, что нам, во-первых, надо перестать стыдиться о том, что мы зарабатываем много. Чем больше мы зарабатываем, и наш сосед или наш друг, чем больше зарабатывает, молодец. Вот это наше мышление, которое мы должны немножко переменить, поскольку такая скауда, ну, зависть. Зависть – это, ну, не надо. Конечно, надо честно заработать деньги, но не надо завидовать людям, которые, да, вот могут заработать и потом соответствующее тратить. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Э-э-э-система, э-э-здоровье, да, но будет еще хуже. И самое главное, что это очень помещает самому строительному процессу. Спасибо. Попытайтесь, чтобы они там в порядке. Спасибо большое. Спасибо, да. Да, сразу отвечу, то есть, я не поддерживаю такую позицию, как человек только что говорил, поскольку уже сегодня можно работать в этой системе, и обязательно она будет с 20-го. Вы знаете, вот такие новые вещи, которые электронно, да, приходят, можно уже всегда какой-то период переходный уже пробовать. То есть она уже работает? Она уже работает. Много предпринимателей очень поддерживает эту систему, поскольку она очень, ну такая, быстро все можно сделать и дешево. Конечно, кто-то может быть хотеть, то есть еще период перехода, потом, когда этот период закончится, давайте еще период, потом еще период. Нет, такого не будет. 1 января надо будет работать всем в этом случае. Все вопросы, которые связаны с этой системой, возможно, получить ответы БВКБ, то есть, будем найти с фолст-контролл сберусь, они оперируют этой системой. Конечно, может быть, какие-то нюансы, которые с возобновлениями программы будут решаться, это и строительные, но это будет, конечно, в какой-то период, но поймите правильно, если мы хотим идти в процессы дигитализации и уйти от бумажной, да, всей этой истории, тогда мы, ну как-то должны все-таки это направление держать, и если будут вопросы, на них отвечать будет БВКБ. Будет какой-то телефон поддержки, куда можно будет обратиться? Конечно, там есть и семинары у них, и они делают соответствующие, как бы, и есть консультации, то есть, чтобы объяснить каждому, что, как и так далее, так что там есть возможность. Вы вот упомянули, что работа министра связана и с политикой, но при этом надо как-то и выгоду, и мы находимся в таком месте, непростом, наверное, да, сосед наш Россия, которые тоже неоднозначные отношения, и вы были тем человеком, который, не стесняясь, и в Твиттере тоже выкладывали фотографии, с министром энергетики российским встречались, через какое-то время на Украине были, то есть вы как бы без, чисто бизнес и, в общем-то, не боясь. У вас не было какого-то такого, ну, волнения, не знаю, что будет осуждение какое-то, еще что-то? Волнения вообще никакое, вообще ноль, с такой стороны, что это совершенно, вы правильно сказали, это бизнес. С министром энергетики России в прошлый раз министр экономики, который тоже отвечает энергетику, встречался в 2012 году. Я думаю, что это немножко неправильно, потому что у нас есть очень точные хозяйственные вопросы, которые надо решать министрами энергетики, мы сели за столом, очень конструктивно прошли по тем вопросам, которые интересуют нас вместе, потому что у нас и система энергетики, и сейчас связана вместе, то есть вот мы обсудили вопросы, приняли какие-то решения, так что я думаю, что наоборот и с Россией, и в Белоруссии был, и сейчас принимали делегацию Украины со всеми странами, сугубо бизнес, сугубо хозяйственные вопросы. Насколько легко или сложно договориться было о чем-то с российским министром энергетики, с учетом того, что все равно существуют какие-то санкции, были какие-то моменты, в которых вы понимали, что здесь вы не можете, там они не могут, или, в общем-то, все моменты, которые вы хотели, вы смогли решить? Во-первых, я, конечно, и министр энергетики, и я понимаю, что значит санкции. Санкции – это Европейский союз, например, принимает такое решение, поскольку вопросы более или менее хозяйственные, но там никто, какие-то рубежи не переходил ни с точки зрения латвийской стороны, ни с точки зрения российской. Нам были вопросы, которые уже надо было решать и раньше, сейчас мы присели за стол и все это как бы обсудили. Что может быть, можете рассказать, что было какое-то решение принято, которое вот вопрос висел, 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 и вот наконец-то вы смогли его там за час беседы как-то разрешить? Ну, там есть несколько вопросов, которые как бы имеют немножко конфиденциальность, с точки зрения, поскольку связано с компанией латвийской. Но если мы смотрим с такой точки зрения, которую мы можем обсудить, тогда, конечно, это вопросы энергетики. У нас связана энергетика, то есть по газовой инфраструктуре и по электричеству. Так что мы вот такие вопросы, которые уже связаны с газом и электричеством, мы обсуждали. Ну вот, к сожалению, мы должны отпустить, поскольку у министра экономики… Ещё есть у нас пять минут. Разве? Есть ещё, да-да-да. Мы можем, да? Ещё можем. Тогда у меня был вопрос, связанный с переездом на «Элизабет-С-2». Вот ваша принципиальная позиция была, что делали только в месте, в адресе, в здании? Вы знаете, «Элизабет-С-2» получается в то время, когда в Сэме вопрос о деньгах медикам. И мы сейчас будем приезжать на «Элизабет-С-2», но, конечно, нет. Если у нас все вопросы решены, тогда мы можем переезжать на «Элизабет-С-2», чтобы, например, концентрировать все наши учреждения в одно, мы можем так и смотреть. Но это не тот момент, когда об этом надо вообще думать. Но всегда не тот момент будет. Вы как ни думаете, всегда будет что-то, что надо будет сделать. Вы знаете, этот вопрос надо смотреть тогда в таком плане. Вот сейчас мы находимся на Бревибе с улицы, но там здание министерства, которое и за строительство отвечает, и за бизнес. Ну, фасад как бы не особенный, но, ладно, это не такие большие издержки. Но если мы смотрим уже переезд на «Элизабет-С-2», где мы консультировали бы все наши учреждения, человеку может быть так не особенно и нужно. Если, например, по строительству вам надо идти на БВКБ, тогда, если, например, на третьем этаже, там, Патарата, от ЕС и БСРД, тогда он вам как бы, ну, незачем, да, в этом плане. Но если вы, например, идете на Патарата, от ЕС и БСРД, вам, например, конкуренция по дому тоже не особенная. Тогда эта консолидация не настолько рациональна, в принципе, да, то есть вот обязательно ехать сейчас. А касательно адреса здания исторического… Проклятое там здание, где… Проклятое, не проклятое, это уже как бы такое немножко эзотерико, да. Я думаю, наоборот, тут надо смотреть на какие-то рациональные моменты, где, может быть, человеку было бы проще приехать с машиной и паркинг иметь, да, то есть не особенно ехать, например, или лезть в старую Ригу, например. Если про предпринимательство говорить и про планы, одна из программ, которая, например, на портале Министерства экономики с таким лозунгом «Производи в Латвии и конкурируй в мире», насколько сложно, а может быть и нет, разве эти мифы, производить что-то в Латвии, и идет ли речь о каком-то крупном предприятии с роботизацией, с какими-то большими затратами и вкладами в производство, или это там человек может глиняные горшочки делать, и он тоже как бы под вашим крылом будет, и вы, когда поедете, не знаю, на Экспо-2020, тоже презентуете, сможете рассказать. Не, ну, здесь надо понимать, что глиняный горшочек – это очень хорошо, но с темы большие, то есть бюджет не наполним, да. Ну, надо смотреть, как Вы правильно совершенно указали на роботизацию, на предприятие. Это миф, что в Латвии нету производства. Совершенный миф. В этом плане, конечно, мы не видим больше такие большие предприятия, как там АЛФА, ВЭФ, РАФ и все такое. ЛЭПАЭС Металургс. ЛЭПАЭС Металургс. Вот, например, ЛЭПАЭС Металургс. Территория ЛЭПАЭС Металургс, где было раньше большое производство, сейчас уже начинает занимать маленькие, эффективные, роботизированные предприятия. В Латвии мы, например, производим транспортные средства. Мы производим автомобили. Может быть, кто-то этого, например, не знал. А вот так и есть. Единственная разница в том, что примерно 99% они производят на экспорт. Это машины, которые чистят дороги. Такие здесь в Латвии производятся. А мы их продаем в какие страны? То есть, в Европу или в страны? В Европу. В частности, насколько я знаю, наверное, самый большой у них экспорт в Великобританию. Но это больше предприятию надо спрашивать. Ну вот, так что такие у нас есть много очень предприятий. Совершенно недавно мы тоже открыли завод в Крустпилсе, который будет заниматься высоко добавленной стоимостью материалами из дерева. Тоже с поддержкой Алтума. В Алтуме министерство экономики имеет капитал Далес. То есть, да. И производство у нас есть. Очень эффективное. Больше не такое большое. И вы знаете, если мы смотрим, например, на Лейпайс Металоркс, если одно неправильное решение принимается в этом предприятии, тогда пол города не имеет больше работы. Так что, если, например, вот какое-то маленькое предприниматель, там тоже не принимает правильное действие, то, например, 100 человек тогда потеряет работу, но их можно аккумулировать уже в других местах и так далее. То есть, это стратегия более выгодная, Вы считаете? Конечно. Диверсификация в этом плане и добавленная стоимость, например, вот мы смотрим на Лейпайс Металоркс, была очень-очень маленькая, поскольку продукт был простой. Если мы смотрим вот с точки зрения производства этих машин, например, там добавленная стоимость очень большая. В этом случае, конечно, лучше заниматься по возможности продуктивной, эффективной экономикой. Мы всегда с точки зрения Министерства экономики очень поддерживаем предпринимателей, которые вот хотят или думают, или, например, инвесторы приезжают сюда и хотят открыть какой-то завод. Вот мы очень содействуем этому плану. И это мы можем результаты уже почувствовать, но мы их не видим, поскольку это небольшие, если так можно сказать, монстры. Там маленькие эффективные заводы, которые занимаются своим делом. Переезжают люди, вот Вы сейчас вспоминали, Кроспилс, наверное, маленькие производства вне Риги. Как-то оживает вот этот рынок или все-таки концентрация Рига вокруг Риги, та же Лепа, то есть вокруг больших городов? Ну, Вы знаете, все-таки концентрация вокруг городов больше, конечно. И это очень просто объяснимо, поскольку ресурс, человека ресурс, люди, которые будут работать в заводах, предприятиях, это очень ценный ресурс в этом плане. И потому, конечно, если мы смотрим вокруг городов, там есть этот ресурс намного эффективнее, возможно, и люди, которые работают там уже имеют изглойты, образование соответствующее и так далее. Ну, это, конечно, так и происходит, но это во всем мире такая тенденция. А оживают какие-то города? Мы вот знаем, что, например, Валмера такой, ну, наверное, один из немногих городов, где показан прирост населения, то есть там вот как-то все развивается. Ну, не только Валмера, Лепа тоже очень хорошо развивается. Конечно, там надо будет уже думать о других моментах, например, о строительстве новых домов и таких вещей есть, да, которые, ну, Рига сама по себе, конечно. Ну, так нету. Вот, например, эти новые предприятия, в Круспилсе, например, там 20% человек, которые будут работать, они приехали из-за границы назад в Латвию. Так что и такие процессы мы видим. Конечно, не то, что мы приходим на Лейду Остарыга и там все, большой приток людей. Ну, это происходит постепенно. Спасибо, пора нам заканчивать. Министр экономики Ральф Немира был у нас в студии. Спасибо и с наступающим праздником. Да, у вас тоже. Спасибо, всего хорошего. Удачи.